В столице на угольном складе по улице Мурманск образовалась большая длинная очередь. Все они желающие приобрести уголь за 3000 сомов за тонну. В настоящее время, чтобы удовлетворить потребности населения и снабдить их сырьем, в Южкек направляются 16 машин, каждая из них с 25-30 тоннами угля. Сейчас я встал на очередь, чтобы получить уголь. Такое понижение цен благоприятно повлияет на продажу угля. Да и в целом люди смогут обеспечиться топливом. Сейчас, как мы знаем, заработная плата низкая. К тому же цены на уголь в последние годы заметно повысились. Это достаточно сильно отражается по бюджету населения. С похолоданием спрос на уголь вырос, что и привело к ажиотажу на рынке. К тому же, по данным нацистаткома Кыргызской республики, по сравнению с предыдущим годом сырье подорожало на 19,7%. Глава государства отметил, что это связано из-за саботажа на предприятии Кыргызской Мюр, где добыча угля в этом году началась поздно. Отмечается, что из-за большого количества желающих получить уголь, введен лимит, и одна семья не сможет купить больше двух тонн топлива. Вчера наш президент Садыр Нургаджович, одна тонна угля будет составлять 3000 сомов. Вот эти угли, уголь поступил, 200 тонн выгрузили вчера. Сейчас с утра по порядку граждане сами они очередь составили, по очереди заходят. Сегодня тоже с Карагичи загрузились больше 10 машин. Они уже направляются сюда, в город Пешкек, и их тоже будем разгружать и реализовывать по 3000 сомов. Отметим, по данным ДНАД Статкома, на 4 ноября средняя цена за тонну угля составила 5300 сомов, а в некоторых районах тонну продают более чем за 9000 сомов. Продолжение следует...